Принятие В контексте широко используемой в А.И. молитвы Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить мужество изменить то, что могу и мудрость отличить одно от другого В сущности это означает просить об источниках милости, с помощью которых мы смогли бы духовно расти при любых обстоятельствах Что особенно подчеркивается в этой замечательной молитве, так это необходимость своего рода мудрости которая отличает возможное от невозможного Мы также увидим, что обширная вереница жизненных проблем и горестей потребует множества разных уровней принятия по мере того, как мы будем применять этот ценный принцип Порой нам приходится искать верный вариант принятия на каждый день Иногда нам нужно вырабатывать принятие того, что может произойти завтра Но опять же нам придется принять обстоятельства, которые возможно никогда так и не изменятся Ещё так же очень часто должно быть правильное и реалистичное принятие тяжких пороков в нас самих и присущих нам серьёзных недостатков дефектов, которые возможно не будут полностью исправлены в течение долгих лет а то и никогда Все мы будем терпеть неудачи Некоторые поправимые, другие нет Мы будем часто сталкиваться с поражениями Иногда случайными, иногда происшедшими по нашей собственной вине А в остальных случаях из-за несправедливости и жестокости других людей Многие из нас неожиданно встретятся С определенной долей крупных успехов И здесь проблема правильного принятия Будет действительно сложной Затем будут болезни И смерть Как мы сможем Всё это принять на самом деле? Всегда стоит учитывать Насколько это хорошее слово Принятие Может неправильно применяться Его можно исказить Чтобы оправдать Практически любые проявления Слабости, бессмыслицы И неправоты К примеру, мы можем Принять Неудачу Как хроническое состояние Навсегда без извлечения пользы И исправления Мы можем С гордостью Принять свой успех так Как если бы это было целиком Нашей заслугой Мы также можем Принимать Болезнь И смерть Как определенное Свидетельство Враждебности И безбожности Вселенной У нас Членов АА Есть богатый Опыт С такими Искаженными Понятиями Принятия Вот почему Мы постоянно Стараемся Напоминать Себе Что такие Искажения Принятия Всего лишь Уловки для самоизвинений Игра в поддавки В которой мы являемся Или по крайней мере Являлись Чемпионами мира Вот почему мы Столь ценим нашу Молитву о душевном покое Она нам несет Новый свет, который способен Рассеять нашу Застаревшую, почти Гибельную привычку Обманывать себя В сиянии Этой молитвы мы видим Как правильно принятое поражение Не обязательно Должно быть какой-то Катастрофой Теперь мы знаем Что нам не надо ни убегать Не пытаться справиться С неприятностью снова С помощью Очередного Бульдозерного наезда Который лишь нагромождает Препятствия перед нами Быстрее, чем их можно Ликвидировать Придя в Эй Мы извлекаем пользу Из совершенно другого Опыта Наш новый способ Оставаться трезвыми В буквальном смысле Основан на утверждении Сами по себе Мы никто Отец небесный Творит работу В первом и втором шагах Нашей программы Выздоровления Эти идеи Выделены Особенно Мы признали Что мы Бессильны Перед алкоголем Признали Что наши жизни Стали неуправляемы И Пришли к убеждению Что сила Более могущественная Чем мы Может вернуть нам Здравомыслие Мы не могли Одолеть алкоголь С помощью Оставшихся у нас сил И поэтому Приняли Следующий За этим факт Что опираясь На высшую силу Пусть даже Только на свою группу Эй Мы могли бы Выполнить Эту доселе Невозможную работу Как только Мы смогли Полностью Принять Эти факты Началось Наше освобождение От алкогольной тяги От большинства Из нас Чтобы достичь Принятия Этой пары Фактов Потребовалась Масса усилий Надо было Порвать С нашей Бережно Охраняемой Нами же Философией Самодостаточности Это было Сделано Не с помощью Старозаветной Силы воли Наоборот Это было Делом Вырабатывания Готовности Принять Эти новые Факты жизни Мы не убегали Но и не боролись Мы действительно Это Принимали И тогда Мы становились Свободными Никакой Непоправимой Катастрофы Не было Такие Принятия И вера Способны Дать Стопроцентную Трезвость На самом деле Так и происходит Да и должно Происходить Иначе Мы вообще Не остались Бы в живых Но как только Мы переносим Такое отношение На наши Эмоциональные Проблемы Оказывается Что возможны Лишь Относительные Результаты Никто Не может К примеру Стать Совершенно Свободным От страха Гнева И гордыни Следовательно В этой жизни Мы не достигнем Ничего похожего На идеальное Смирение Или любовь Поэтому нам Приходится Приспосабливаться Относительно Большинства Из наших Проблем К очень Постепенному Прогрессу Прерываемому Порой Очень Тяжкими Откатами Назад Нам придется Отказаться От нашей Прежней Позиции Все Или ничего Вследствие Этого Нашей Самой Главной Задачей Является Принятие Наших Теперешних Обстоятельств Самих Себя И людей Вокруг Нас Такими Такие Они Есть Это означает Принять Реалистичное Смирение Без которого Никакое Настоящее Движение Вперед Не может Даже Начаться Снова И снова Нам будет Необходимо Возвращаться В этот Требующий Правдивости Пункт Отправления Это Будет Упражнение Принятие Которое Мы Можем С пользой Применять На практике Каждый День Нашей Жизни При условии Что мы Будем Активно Избегать Превращение Такого Реалистичного Анализа Пактов Из жизни В надуманные В надуманные Оправдания Апатию Или Пораженчество Он Сможет Стать Надежной Основой На которой Строится Возрастающее Эмоциональное Здоровье А значит И духовный Прогресс По крайней мере На это указывает Мой собственный опыт Другим упражнением Которое я Практикую Является То Что я Стараюсь Составить Полный Список Посланных Мне Даров А затем Стремлюсь К правильному Принятию Множества Своих Подарков Как Приходящих Так И Духовных Тут Я Стараюсь Достичь Состояния Радостной Благодарности Когда Такого Рода Благодарность Многократно Подтверждается И Осмысливается Она В Конечном Итоге Способна Заменить Естественную Тенденцию Поздравляет Себя С любым Прогрессом Который Мне Было Дано Осуществить В Некоторых Областях Жизни Я Изо Всех Сил Стараюсь Твердо Придерживаться Истины Что Полная Благодарность Сердце Не Может Тешиться Тщеславием Переполненная Благодарностью Биение Сердца Обязательно Должно Привести К Исходящей Вовне Любви Самому Прекрасному Чувству Которое Нам Дано Когда-либо Познать В очень Тяжелые Времена Часто Повторяемое Благодарное Принятие Неспосланных Мне Благословений Также Может Принести Мне Часть Того Умиротворения О котором Говорит Наша Молитва Всякий Раз Когда Я попадаю Под сильное Давление Я Продлеваю Свои Ежедневные Прогулки И Медленно Повторяю Нашу Молитву О душевном Покоя В ритме Своих Шагов И Дыхания Если Я чувствую Что моя Боль Была Части Вызвана Другими Людьми Я Стараюсь Повторять Боже Дай Мне Разум И Душевный Покой Любить Лучшее В них И Никогда Не Бояться Худшего В них Этот Благотворный Исцеляющий Процесс Иногда Необходимо Продолжать В течение Нескольких Дней И Редко Случалось Так Чтобы Он Не Восстанавливал Меня По крайней Мере До Рабочего Эмоционально Уравновешенного Состояния И Видя на Будущего Другой Помогающий Шаг Это Неизменное Подтверждение Понимания Того Что Может Дать Боль На Самом Деле Боль Является Одним Из Наших Величайших Учителей И Хотя Я Все Еще Нахожу Трудным Принимать Сегодняшнюю Боль И Тревогу С Какой-то Большой Долей Умиротворения Так Как Это Похоже Способны Делать Те Кто Более Продвинут Духовной Жизни Я Способен Тем Не Менее Если Очень Постараюсь Поблагодарить За сегодняшнюю боль Я обретаю Готовно Сделать Это Размышляя Над уроками Полученными Из Прошлых Страданий Уроками Которые Привели К Благословениям Которыми Я Сейчас Наслаждаюсь Я Могу Вспомнить Если Захочу Как Огонь Алкоголизма Боль Сопротивления И Ущемленная Гордость Очень Часто Приводили Меня К Милости Божьей И Таким Образом К Новой Свободе Поэтому Когда Я Прогуливаюсь Я Повторяю Еще И Другие Фразы Такие Как Боль Это Пробный Камень Прогресса Не Бойся Никакого Зла И Это Тоже Пройдет Этот Опыт Можно Обратить На Пользу Эти Отрывки Молитвы Приносят Мне Гораздо Больше Чем Просто Спокойствие Они Удерживают Меня На Пути Правильного Принятия Они Обрывают Мои Навещивые Темы Вины Депрессии Сопротивления И Гордыни И Иногда Они Даже Дарят Мне Мужество Изменить То Что Могу И Мудрость Отличить Одно От Другого Тем Кто Никогда По Настоящему Не Отрабатывал Эти Действительные Упражнения В Принятии Я Настоятельно Их Рекомендую В следующий раз Когда Станет Жарко И Для Такого Случа И В Любое Иное Время Продолжение следует...